В этот раз я решила для своего путешествия выбрать что-то, что находится недалеко, потому что у меня буквально на отдых три дня. И отправилась в сторону озера Селигер. Что же можно поделать на Селигере? Я вам буду рассказывать в ближайших выпусках. Селигер Путешествовать всегда здорово, а в теплое время года приятнее вдвойне. Мало кто будет спорить с утверждением, что летом в европейской части России комфортная и приятная погода, а природа нас балует зелеными красками. Выбор нашей группы в эти выходные пал на озеро Селигер. Приятным бонусом является то, что дорога проходит через живописный торжок. В 1989 году торжок отпраздновал свое тысячелетие. Основан он был на реке Тверце новгородскими купцами и назывался в древности Новый Торг. Город известен большим количеством сохранившихся памятников старины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Начать знакомство с Селигером наша группа решила с озера Пена, где множество различных плесов и протоков, уютных бухт, тихих заливов и живописнейших мысов. Красивые песчаные пляжи, манящие отдыхающих, позволяют насладиться нежными солнечными лучами. А прозрачнейшая чистая вода взбодрит на весь оставшийся день и зарядит массой позитивных эмоций. Для ночевки выбрали одну из самых популярных баз этих мест – Орлинку, которая расположена на восточном берегу озера. Название этой базы отдыха определяет песчаная коса, устремившаяся в бескрайнюю гладь озера, распластав словно крылья свои широкие пляжи. Чистейший воздух, напоенный ароматами хвойного леса и трав, первозданная природа, придают непередаваемую красоту и уединенность этого заповедного уголка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Налюбовавшись селигером, мы отправились на ночевку в пансионат «Сокол», территория которого протянулась километровой полосой вдоль побережья озера. На ней среди сосново-елового бора живописно разместились два пятиэтажных корпуса для проживания отдыхающих. Здесь вы можете вспомнить творожную запеканку из детства и попробовать оладьи, как у бабушки. Субтитры создавал DimaTorzok На третий день наша группа поехала любоваться старинной усадьбой в Селигер-Палас-Отель. История отеля начинается в XVIII веке, когда помещики Толстые основали здесь свою усадьбу в стиле классицизма. Наследие Толстых сегодня восстановлено. Территория усадьбы представляет собой 42 гектара ухоженного и охраняемого ландшафта на полуострове. Очень красивые места с благоустроенными пляжами, пристанями для водного транспорта, освещенными аллеями и площадками для проведения пикников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Удобная теплоходная пристань позволяет отправиться до Ниловой пустыни прямо с отеля. Так зачем же тратить время и деньги на летние курорты высокий сезон, когда на пляжах не протолкнутся, а в глазах рябит от отдыхающих, если лето можно проводить и не менее успешно в средней полосе России. Ну а в жаркие страны, где лето длится круглый год, можно отправиться как раз тогда, когда в России наступит некомфортная промозглая межсезонья. Ну а мы с вами прощаемся и увидимся в следующем выпуске «Горизонтов». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok